Приветствую, друзья! У меня такая сложная задача. Я одновременно должен вас развлечь немножко, потому что взял на себя такую функцию. Поэтому, видите, у меня картина «Девушка с гитарой» и так далее. В общем, я их дорисовываю, дописываю, и всё время этим намекаю, что я не только врач, и не только психолог, а не только мастер, который занимается разными делами, книги пишу и так далее. Поэтому я, переживший многое, землетрясений, различные военные ситуации, различные восстановления, Беслана я выводил там из людей стресса тяжёлые, родители и детей, учил психологов МЧС. Я это всё время намекаю, чтобы вы могли научиться справляться со стрессом и использовать страх. Энергию эту, энергию страха в собственных целях для достижений, для укрепления здоровья, для развития творческих качеств, для решения неподъёмных задач, которые ещё вчера казались нерешаемыми. На самом деле, вот мне некоторые пишут благодарности такие, ну просто-просто изумительные, спасибо вам, вы же мне крылья даёте. А некоторые просто говорят, ну как же мне снять страх, когда я не знаю, что будет завтра, чем это кончится, когда я не знаю. Вдруг там какая-то ситуация, просто всё валится, и не знаешь, чем кончится. Вот эта неопределённость, она заставляет заводиться, заводить воображение в направлении негативного исхода ситуации, что обязательно будет плохо, и некоторые люди, некоторые люди, они начинают, и давление скачет у них, и пульс скачет, и они, когда не знают, чем что кончится, вот эта неопределённость, она заставляет их думать, что обязательно кончится плохо сейчас, обязательно я упаду, умру, сердце остановится, дыхание остановится. Ну, страх так работает. Потому что страх – это андреналин. И когда андреналин подскакивает в крови, это же мобилизация. А вы подумали о том, что плохо кончится, и поэтому при этом на точку мобилизации вот этот образ будущего негативного положили, и ваше, условно говоря, желание может исполниться. А вы положите туда позитивное ожидание. А я вам сейчас скажу интересную вещь, очень полезную. Почему, например, женщины, они более впечатлительные, более ходят по гадалкам, более они… Ну, короче, мужики создают религии, а женщины в них верят. Ну, почему женщины так? Я вам сейчас скажу. Потому что они как раз-таки в отличие от мужчин, в отличие от мужчин, они больше нуждаются в определённости. И вот как только нету этой определённости, они тут же начинают искать точку опоры и находят в чём-то. Они более внушаемые в этом отношении. Да, они хватаются, как утопающие за соломинку, и за гадальщицу, и за гадание на кофе, и на различные там своеверные моменты. Я вам просто хочу сказать, друзья, я хочу вам помочь, чтобы вы на самом деле научились пик напряжения, пик этого напряжения, нервно-психического напряжения, которое называется по-другому страхом, паникой, тревожностью. Это же пик напряжения. Там такая энергия. Там такая энергия, которую вы, если овладеете, вы сможете использовать по своему усмотрению. Вы сможете эту энергию использовать для решения таких вопросов, которые раньше вам казались вообще нерешаемыми. Вы можете достигать своих мечтаний быстрее, чем вам это представлялось раньше. Но определенность, которую я вам сейчас скажу, на что можно опираться, знаете, до что? На то, что что бы ни случилось, в итоге у вас, в итоге у вас все будет хорошо. А знаете, как это сделать? Например, сейчас на минутку прикрыли глаза, покачались немножко вот так вот. Я сейчас вас научу делать такое чудесное, такое чудесное. И мысленно представили себе, сколько вы будете жить. Долготу в вашей жизни, продолжительность. Ну вот я, например, как-то представлял себе, задал себе такой вопрос, и у меня там получало 60. А это было мне, когда мне было 40 лет. А я потом подумал, а почему я думаю, что я буду жить только 60? И я в этот момент, ну, я понял, почему. Я понял, потому что мой папа умер в определенном возрасте, потому что у него инфаркт случился. Но это уже другой разговор. Но у нас есть там какие-то моменты, которые нам бессознательно подсказывают, какие-то якоря вот такие, какие-то такие ярлычки, на которых барьер психологический. Почему я не могу прожить, например, до 110, 120? Вот бессознательно. Вот у меня нету такого, чтобы я мог прожить до 120. И поэтому я тогда взял и понял, что теперь ногу вот так вот споткнешь, как говорится, шутя. Или там упадешь на улицу, или у меня вот операция была, и вот это выскакивает, что ты проживешь только до 60. Понимаете, оно ограничивает твою жизнь. И я тогда догадался. Я просто взял, вышел на это в состояние, и когда я снова задал себе вопрос, а сколько же я проживу, и у меня появился некий образ такой, и я взял мысленно, подплыл к этому порогу и развеял вокруг него, как размыл в море, когда размывают песок или гальку, очищают в море, я размыл в этой темноте, в этой темноте своего будущего возраста, осветлил эту темноту, осветлил эту темноту и вышел на 90 лет, а потом вышел еще на 100. Вы представляете, что я сделал? Я блок, который ограничивал инстинктивную продолжительность моей жизни, увеличил. То есть я отодвинул этот барьер, освободил свою нервную систему во всех критических ситуациях, не спотыкаться на этом. И создал себе, и вам советую, и создал себе определенность, что что бы, запомните, что бы ни случилось, хоть стена падает, что бы ни случилось, как только появляется страх, одновременно выскакивает заякоренная мной определенность, что бы ни случилось, все равно буду жить 120 лет или там 110 лет. Тут сколько вы себе поставите? Знаете, как это помогает? Потрясающе! Вот у меня случаются разные события, ну плохо там, атмосферное давление поменялось резко, сейчас оно растет в Москве, и все многие плохо себя могут почувствовать, поэтому ушки разминайте, точку хэгу разминайте, здесь разминайте, да, и еще можете, когда ложитесь спать, ноги к себе сделайте, коленки к себе чуть-чуть, и волной делайте ногами, туда-сюда, туда-сюда, потому что эти повторяемые движения снимают напряжение. И вы заметите, когда вы научитесь продлевать свой срок жизни, поэтому, когда что-то, что бы ни случилось, это та же самая гадалка получается, которая говорит, не бойтесь, что бы ни случилось, ты все равно будешь жить сто лет. Так дело в том, что этот ключ позволяет в это поверить, потому что, когда ты выходишь на это состояние безмятежности, такой бесконечности, с помощью ключевого вдыхания, одноминутного, когда о чем бы ты ни думал, просто прослушиваешься, вдох у тебя теплее, или выдох, одну минуту. Естественно, ты как дышишь, хочешь сидеть, хочешь ходить, хочешь стоять, или лежать, вот ты просто, естественно, не меняя ритма дыхания, органично, как есть, просто прослушиваешься, вдох у тебя теплее, через нос, когда ты дышишь, или выдох, и все, и все, больше ничего не надо, у тебя напряжение резко снижается, автоматически, потому что это ключевое дыхание, самое главное дыхание из всех типов дыхания, а вы убедитесь, кто не знает. И второе, волна, когда вы переживаете о чем-то, вы просто отпускаете себя, и вот так качаетесь, и качаетесь, и переживаете, соединяете переживания с автоколебаниями, и получается, как будто на руках у мамы. Да, это такой механизм. Я это давно изобрел, и вообще, это стало вообще, вообще, вообще во всем мире распространяется, очень быстро, даже забывают название сказать, и так я сказал, ключевое дыхание, волна, и другие все ключевые упражнения надо называть по именам. Как в йоге, все упражнения называются по своим названиям, поэтому йога существует. А если вы будете учить друг друга, и будете забывать название, да, и школа наша тоже исчезнет, она должна существовать, развиваться, и вы поэтому, пожалуйста, пишите комменты, 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 пишите, о, я вам в следующий раз такое расскажу, но в первую очередь, увеличьте срок своей жизни, уберите этот психологический барьер, бессознательный, который каждый раз, когда у вас возникает некая неожиданность, обстоятельств, вдруг выскакивает инстинктивно, да, и начинает вам портить настроение, да, это неосознанный механизм, а я вам рассказываю, как пользоваться с бессознательным, технику работы с подсознанием, я вам хочу сказать, уже доказано, что от вашего настроения зависит ваше здоровье, я и могу, да, потому что, когда вы все время в страхе, в напряжении нервно-психическом, у вас все время мобилизованное состояние, мышцы все время спазмируют, возникает нервно-мышечная зажатость, это блоки ума и блоки тела, да, кровообращение нарушается, дайте крови кислород, дайте организму вместо адреналина еще и энтерфин, который вы качаете, когда вы вспоминаете что-то приятное, когда вы занимаетесь любимым делом, и когда вы знаете точно, что бы ни случилось, все будет хорошо, вот эта определенность, она улучшает ваше здоровье, и улучшает ваше понимание жизни, и на самом деле продлевает вашу жизнь, творческую, потому что человек творец. До встречи, друзья.